Салем да стар, салем же стар, с вами снова я и я сейчас хочу рассказать про мой второй день в Казахстане, но я снимаю этот второй день на третий день, получается сегодня 21 число, я просто вчера не успела это сделать, потому что он был на самом деле очень насыщенный, даже лучше чем первый и в общем вот по порядку, да, как обычно могу где-то что-то забывать, потом паре-то вспоминать, поэтому извините меня заранее, но просто в голове много всего не уложишь. В общем, первоначально, то есть я реально долго очень спала, я отсыпалась после поезда, я такая где-то в 2 часа дня открываю глаза, я такая, блин, время-то уже типа поздно, надо наверное все-таки вставать, и знаете, было такое состояние, какое-то вообще совсем не состояние, то есть как будто вот то ли акклиматизация была, то ли что, у меня реально вот ощущение было, как будто я заболеваю, думаю, ну, может быть, конечно, такое бывает, не стала на это обращать внимания, в общем, встала, поела. И опять легла, значит, лежу такая, ну, написала, короче, в инстаграме, типа, ребят, кто типа гулять хочет, пошлите погуляем, все такие как бы, ну, в большинстве случаев как бы отвечают мужчины, парни, и, если честно, как бы, ребят, не обижайтесь, да, если вдруг я вам не ответила, еще что-то. Мне как девушке я очень боюсь одной быть с лицами мужского пола, так скажем, поэтому в большинстве случаев как бы я пишу, что типа ладно-ладно, я отпишусь, и при этом забываю дальше, потому что реально страшно, и типа, я тем более в незнакомом городе, и мне это вдвойне страшнее получается. И, в общем, вот, и тут, получается, просто отвечает мне девочка, которая, ну, тоже хотела со мной встретиться, погулять, она мне отвечает и говорит, типа, давай собирайся, я, говорит, тебе подскажу, что как делать, и мы с тобой поедем на Медео и на Арбат. Я такая, вау, типа, хорошо, я говорю, то есть, говорю, я ей говорю, у меня нету ни транспортной карты, я говорю, не знаю, как добраться, типа, два ГИС есть, но по нему немножечко, типа, сложно все равно ориентироваться. Она говорит, ну, сначала тебе, вот, ты сядешь у себя на остановке, доедешь до метро Москва, и тут у меня, знаете, просто такой ступор, метро Москва? А я в Шитине, когда на метро одна не ездила, у нас в моем городе, в Уфе, метро нету, потому что там, типа, нельзя его делать из-за то ли сейсмичность плохая, то ли то, что землетрясения могут быть, ну, что-то из-за этого, то есть, нельзя больно прокладывать метро. И она мне говорит, ну, типа, ничего, не бойся, давай, так, говорит, одна, типа, приехала в другой город, ничего, типа, доберешься. В итоге, ладно, я такая подумала, думаю, ладно, почему, зачем сидеть дома, надо попробовать попутешествовать. Все, собралась и села на автобус, на автобусе добралась, в принципе, хорошо, но все равно, первоначально, придя на остановку, я подошла к двум женщинам и спросила у них, как добраться до метро Москва, они на меня так посмотрели, видать, ну, как бы, не больно знали, может быть, магазин Москва, я говорю, честно говоря, я сама не местная. Они сказали, что можно добраться на 137 маршруте, вроде бы, и сами они на этот маршрут заходили, и вот они сели, тут, получается, я тоже зашла, и все это время я ехала по Адвагису, смотрела, где мне выходить. И просто в какой-то момент меня кто-то так за плечо трыкает, я поворачиваюсь, эти две женщины говорят, типа, сейчас вот через одну наша станция, типа, мы тоже сходим. Я говорю, спасибо большое, все, слезаю, иду по дубльгизу там, получается, на пешеходный переход, так скажем, да, и опять-таки думаю, блин, а куда, в какую сторону уйти, то есть Двагис, это такая программа, которая даже в моей родной Уфе, она очень сильно тупила и показывала неправильное направление, просто много раз, и Двагис, это реально такое себе, короче. И, значит, подхожу к одним девушкам, и девушка говорит, это вам в ту сторону надо. Я говорю, спасибо большое, ну, пошла, значит, на другую сторону. И тут женщины, кстати, говорю, они подскажутся, говорю, метро Москва точно в той стране, и они такая, да-да-да, типа, туда спускаетесь. Я говорю, все, спасибо. Все, я спускаюсь, спускаюсь, вижу, короче, вот это метро, вывеска, да, захожу туда, и у меня просто шок, я на самом деле это все снимала, но, как вы понимаете, в Казахстане вставлять и монтажировать видео просто как бы нет возможности, и поэтому я чисто так для родителей, для всех знакомых своих сняла. Очень мне понравилось то, что, во-первых, оно большое, оно чистое, то есть, да, оно... И, может быть, из-за того, что еще у народа мало было, это было сколько времени, 4 часа, что ли дня, я спустилась вниз, а дальше у меня опять шок, то есть, а что делать дальше? Хотя мне вроде как и объяснили, что надо здесь, жетончик-то надо, вот все тебе и покажут. А я не знаю, то есть, для меня все равно это новое. И я подхожу к девушкам, девушкам, и говорю, типа, девушке, не подскажете? Я говорю, как получить жетон? У них опять вот такой взгляд на меня просто, типа, в смысле жетон? Я говорю, ну, я говорю, просто не местная, и после вот этой фразы они такие, а, все, понятность, давайте, типа, покажем. Проводили меня, говорят, у вас, типа, есть там, вот, типа, 80 тенге, я говорю, да, да, должны быть, все, короче. Я им положили, они мне жетончик дали, потом, сначала, первоначально, на меня, там, короче, у вас такая пропускная система интересная, типа, сюда сумку положить, пройти, потом еще на конвейер сумку, там, у вас ее просматривают. В общем, вот, жетончик, говорит, сюда вставляетесь, проходите, все, короче, сделала, прошла, все, спустилась вниз. Ладно, мне заранее еще сказали, что, в принципе, у вас, то есть, метро два направления, это Реймбек-Батыр, и, вроде бы, еще одно, я не помню, как он называется. И, в общем, я встала вот на это Реймбек-Батыр, на это направление, все, метро подъехал, поезд, да, или, как бы, я села, все, сижу, еду, и мне так понравилось, то есть, во-первых, вагоны, да, все новое, потому что метро, относительно, оно у вас, не такое, как бы, старое, все вагоны новые, это, прям, вообще, мне очень сильно понравилось, и, в принципе, то, что самих метро говорят на трех языках, то есть, это казахский, русский и английский, это очень хороший такой момент, на самом деле, потому что в автобусах у вас, допустим, не озвучиваются остановки, хотя у нас, в принципе, в Башкирии остановки на некоторых автобусах озвучиваются, но у нас плюсик, знаете, еще в чем есть, у нас на каждой остановке написана какая-то остановка, у вас такого нету, я не замечала, и поэтому все равно очень сложно ориентироваться, то есть, все равно приходится в бульги смотреть, где ты, собственно говоря, едешь. Вот, зашла в метро, все, на Рембе-Гватыра села, поехала до... Рембе-Гватыра вроде бы я доехала, а нет-нет, до станции Абай я доехала, там я, получается, вышла, ну, как бы все, как все нормально люди, куда люди идут, туда, и я пошла, и опять у вас такие направления, то есть, можно выйти с этой стороны, можно выйти с той стороны, я опять пишу своей девочке, я говорю, на какую мне сторону выйти, она говорит, типа, ну, вот на эту надо, я окей, поднялась, все, она говорит, ну, к остановке подойдите. Стояла, подождала, мы с ней встретились, и в итоге, оказывается, она на машине, для меня это было вот так прикольно, и на самом деле и необычно, и мы с ней, короче, сели в машину, она говорит, сейчас мы с тобой поедем на Медео. Я говорю, вау, типа, хорошо, и мы поехали на Медео, все ближе, короче, приближаясь к Медео, она девочка, на самом деле, очень такая хорошая, я хочу благодарить Эльнур, типа, на самом деле, потому что, я знаю, что она может посмотреть, потому что это тот человек, который просто рассказал мне все абсолютно про Казахстан, про национальности, про достопримечательности, про все, про все, то есть до такой степени начитанная умная девочка, да, что я просто не ожидала, я как будто реально побывала какой-то в турпоездке, организованной там профессионалами, и мы просто ехали, она мне много чего рассказывала, и вот ближе, подъезжая к Медео, мы уже видим, что погода, получается, портится, а я ради красивых фоточек решила поехать в юбки, а вещей, в принципе, у меня не так много, то есть у меня очень такой тонкий кардиган с собой, думаю, ну ладно, как бы, она говорит, ну если что, типа, замерзь, сразу скажи, я говорю, без проблем, она, ну еще едем, она мне говорит, у нас, говорит, там лестница здоровья есть, 800 ступенек, готова подняться? Я говорю, готова, и тут просто такой взгляд на меня, серьезно, я говорю, да, я говорю, серьезно, готова, и в общем, мы после этого, значит, ну подъехали, все, пошли к каким-то ступенькам, и на самом деле, ваша лестница здоровья, это просто, я не знаю, может, у меня так, просто вот, я прошла ее без проблем, То есть, да, на момент, конечно, было ощущение, что у меня, как бы, дыхалка сбивается, как бы, немножко сложно подниматься, но, в принципе, это было очень легко, может, за счет того, что у меня, как бы, ну, превышший организм к тяжелым, там, тренировкам, к чему-то еще, но для меня это было самое простое восхождение в моей жизни, То есть, я по горам вообще, в принципе, не ходила, но это было очень легко И, в общем, вот, мы поднялись наверх, очень красивый вид, мне очень понравилось, но обидненько, конечно, было то, что я не смогла прокатиться на этих фуникулере, да, вот эту, которую, канатку у вас вверх есть, не смогла на него прокатиться За счет, на счет этого мама меня обозвала Маруси и сказала, что, типа, это такая возможность, это ее упустила, я такая, ну, типа, ладно И, в общем, посмотрели на горы, мне также, опять-таки, все рассказали, что там у вас высший шамбулак, типа, на канатке поднимаешься, там канатка очень длинная, там, все-все-все, короче, все рассказали Мы посмотрели, поснимались, пофоткались и потом обратно, получается, ну, уже спустились, все, и знаете, что единственный минус в этой вашей дороге, ступеньке, лестнице был, то, что, короче, сначала ступеньки шли нормально и ближе, короче, к высоте уже, ближе к тому месту, там, да, там были ступеньки такие, пара, пара ступенек, они были маленькие Мне было так сложно по ним подниматься, вот это самый вот единственный минус, который я заметила при всем на этом Ну, в общем, ничего, мы поднялись, пофоткались, я посмотрела, и, в принципе, знаете, то есть я горы сама по себе видела, я и в Турции видела горы, у нас в Башкирии, как бы, когда маленькая была, я тоже видела горы Для меня не было это таким удивительным, но, да, я согласна, это красиво, когда ты особенно видишь, вот, что там выше пика на нем, вот, как бы, большой этот, как бы, слой снега, да, лежит А еще мне сказали, что у вас есть там просто лед, который вот стоит, и он не тает, для меня это тоже было шоком, очень красиво, думаю, блин, очень классно Но потом, больше всего, я удивлялась именно той горной реке, которая протекает у вас возле Медео, она просто до такой степени бурная и быстрая, что я впервые, вот, реку я впервые только увидела То есть, да, я видела горные реки, но у них все-таки течение было не таким сильным, а вот тут просто что-то ко мне, то, что пологи, короче, и вот так вот просто Я шла, и я такая, вау, и девочка смеялась, Альнурова смеялась, потому что, да, говорит, горам так не радовалась, как радуешься, говорит, какой-то речке Я говорю, ну а что сделать, говорю, типа, у каждого по-своему И, в общем, вот, мы вот так, значит, ну, поездили, посмотрели, пофотографировались На самом деле, да, впечатления остались, потому что, ну, в горы не часто люди ходят, особенно я вообще никуда не выезжаю, да И я очень рада, что я посетила Медео, это же, блин, все-таки, все должны, кто был, все, кто приезжает в Казахстан, должны посетить Медео, как бы, мне себя так говорят И, в общем, вот, я, значит, такая, этот, мы все спустились, и потом мы уже поехали на Арбат На Арбат мы приехали, тоже мне очень у вас понравилось, в принципе, то, что у вас, вот, допустим, опять-таки, я уже говорила, да, кнопочки, там у вас светофорчики такие прикольные на Арбате Улица, в принципе, такая, ну, хорошо сделанная, и, как мне сказали, что-то недавно, только она стала такой красивой Но, как бы, скажу, у меня в Уфе, допустим, в родном городе, у нас тоже один миллион, там, с чем-то людей И такой улицы нету, то есть, все равно людям надо, там, искать место, а тут, как бы, и кафешек очень много И просто посидеть можно, посмотреть, там много кто выступает, да, много что там делают люди И, в общем, вот, и, то есть, еще я первоначально заметила, что на Арбате, в принципе, очень чисто Понятно, что там убирают, но все равно у вас немножечко менталитет, у казахов он другой Нашим русским людям, как бы, ну, выкинуть окурок, или выкинуть бутылку, или выкинуть еще что-то вот так вот на землю не предоставлено Ну, как бы, это нормально, у вас все равно бы немножечко по-другому, поэтому это, типа, клево, на самом деле Потом мы встретились еще с одной девушкой, тоже с моей подписчицей, вот, и уже после мы думали, где покушать Выбирали, выбирали, оказывается, у вас в Казахстане очень много кафешек, которые открываются именно вайнерами Знала я про Юфрейм, да, давно, как бы, слышала про Жеку, там, Донер, там, или еще что-то, я не слышала И, ну, мы, думаю, я такая думаю, ну, почему бы и нет, давайте сходим в Юфрейм, попробуем, как бы, их еду И мы пошли в Юфрейм, в принципе, атмосфера мне там очень понравилась, так заходит, все так красивенько сделано, да Нам, как бы, мы взяли меню, все посмотрели, очень удивил меня Юфрейм бургер, да, ну, типа, он очень вкусный был, кстати, сразу говорю, мне прям вообще понравилось Потом там был Василенский бургер и Бузовый бургер, что ли, вот с этого я очень сильно смеялась, на самом деле Ну, типа, почему бы и нет Потом я, получается, я вот себе лично взяла Юфрейм бургер попробовать, взяла себе сырные палочки, вроде бы, и просто колу Мы, в общем, это все покушали, поболтали, много что обсудили Вот, на самом деле, блин, я так рада, что люди меня не стесняются, да, потому что настолько близко быть со своими фанатами Ну, это клево, на самом деле, то есть мы обсудили абсолютно все, мы поговорили по душам Это было так интересно, так весело, то, что, ну, не каждый человек все-таки все-таки все равно так сможет, как бы, общаться И после этого мы, получается, а, до этого, до Юфрейма, короче, хотели зайти в мусс-кафе Заходим, они говорят, типа, ну, у нас этот, как, не работает, как его, кухня сегодня не работает, типа, ничего не сможем, типа, вам сделать Я, на самом деле, расстроилась, и когда тоже в Юфрейм зашли, у них тоже, видать, завоза нету Они такие, типа, вот, Цезаря нету, этого нету, и мы такие, типа, ну, расстроились, ну, ладно Все равно покушали Потом мы пошли в мусс-кафе и купили, получается, по мороженому Меня вот угостили мороженым Я взяла себе киви сверху с посыпкой И вышло, в общем, это, знаете, всего на 90 рублей То есть для такого мороженого, который брендовое мороженое, да, фирменное идет Это очень дешево, потому что у нас, типа, эти Баскен-Робинсы или все такое, там, как бы, намного дороже получается И, в принципе, кстати, Юфрейм Ну, как мне сказал мой друг, для казахов это дорого Но для нас, то есть для русских, покушать, типа, один раз так вкусно, в принципе, нормально То есть я поела, в общем, где-то на 300 рублей, что ли, но, как бы, я не считаю, что это дорого Потому что, если ты не часто, конечно, хочешь, типа, питаться в таких заведениях Вот, мы, значит, покушали мусс-мороженое, очень много покушали, да, обсуждали тоже на IT1, все обсуждали И потом думали, типа, а, мы пошли, короче, в меломан, в меломан зашли, в меломане немножко погуляли Я удивилась, что такой магазин есть, потому что у вас там и книжки, и игрушки, и вся-вся-вся, короче, такая вот фигнюшка прикольная, да, вот что есть То есть у нас таких магазинов, в принципе, нету, чтобы все-все вместе продавалось Или даже есть, вот там, короче, цены тоже, понимаете В общем, сходили в меломан, потом вот пошли уже в сторону просто прогуляться Потом я понимаю, что, как бы, автобусы, да, надо уже домой ехать Я просто стою, короче, смотрю маршрут, когда ехать, ну, с этими девушками тоже И тут просто мне такой голос, Вероника Я поднимаю глаза, стоит парень Я говорю, здрасте Ну, здрасте Она говорит, я то-то, то-то Я говорю, ой, вы меня узнали, да, я смеюсь сама Она говорит, ну, я же, говорит, вам писал, что, типа, я, ну, типа, этот, приеду Вы же сами сказали, что вы на Рабате Я говорю, ага, говорю, точно, а вы, говорю, что, говорю, просто так гуляли, говорю, по Рабату В попытках увидеть меня Он такой, ну, в принципе, да, говорит, я вас по голосу узнал И у меня был такой шок, я думаю, по голосу Думаю, спасибо маме за мой красивый голос И мы посмеялись вот так Потом вот, получается, уже с этим молодым человеком Немножечко поболтали, прогулялись по Рабату И там уже время было ближе, короче, к 11 То есть надо было уезжать, потому что метро закрывается, все закрывается Все, опять меня девочки проводили на метро Я села, и все, получается, поехала на метро Я Знаете, самый большой минус для меня То есть у вас такой большой город Да, и у вас не ходят автобусы там после 9, после 11 часов И причем там какие-то ходят ночной, да, вот есть стройка вроде бы И этот автобус, он там только по какому-то маршруту А все остальное время, видать, людям приходится просто, если, допустим, они гуляют на Арбате Потом садиться, видимо, на такси и доезжать на такси Но если ты не шибко богатый человек, такси как бы это тоже дороговато выходит И, в общем, вот, я такая на метро доехала Посмотрела там, у меня, короче, по дубльгисту надо было от метро до моего дома До Мамыра, кстати, да, я наконец-то запомнила До Мамыра надо было идти 4 километра, ой, 4 километра, 3 километра пешком Но я, в принципе, подумала, что почему бы и нет не пройтись Потому что, как бы, я и у себя в городе много гуляла Как бы для меня это не столько трудно Ну, я пошла пешком, все, я отлично, кстати, дошла До проспекта Сайина вроде бы называют Сейчас, честно, могу ошибиться В общем, я дошла такая И потом дубльгиз мне начал показывать вообще не то, что надо Он начал вот так меня вилять То есть я пошла по дубльгизу, я прошла А он, оказывается, мне сказал, что мне надо вообще в другую сторону идти Я такая, слышь, чувак, в смысле? В итоге я перешла дорогу Он мне, короче, опять в другую сторону Я просто полчаса вот в этом квадрате именно вот этого проспекта То есть у вас там еще пешеходный переход Так странно расположены Я вот в этом квадрате полчаса хотела Я спрашивала у всех людей И никто не знал, где находится Мамыр-4 И я такая, блин Тут, ладно, как бы друг меня еще ждал возле дома Он такой, сейчас говорит, стой на месте Все, на месте, стой, я тебя, типа, встречу Не двигайся И в итоге он приходит именно с той стороны Куда, в принципе, я уже шла Но дубльгиз показывала мне в обратную сторону То есть обычно дубльгиз должен простраивать маршрут Да, если ты ему поменяла То он должен под себя построиться А тут почему-то это так не делал И я просто, короче, не знала, что случилось И вот, в общем, я заблудилась И, как говорится, да Съездить в другую страну, не заблудиться Это немножечко странно Поэтому вот Еще меня назвали топографическим дебилом Потому что я так блуждала и не понимала Он мне просто говорит Там тебе надо, короче, вверх, вот горы есть И вверх Я говорю, какие горы? Тут даже гор не видно Говорю, понимаешь? Говорю, твой вверх в твоем понимании вверх И в моем понимании вверх Говорю, у нас с тобой это разное Потому что, говорю, ну Вы давно в Казахстане? Вам как бы легко А нам? Говорю, нет То есть я говорю, приезжий человек И, в общем, вот так мы, значит, ну Поболтали Все Он проводил меня до дома Все, короче, отлично Но все равно Вот серьезно, да Я вообще удивляюсь То, что вот автобусы не ходят Я понимаю, там, ну Водителей не хватает Еще что-то Ну, извините меня До 11 часов Хотя бы Ну, можно пускать маршруты Как бы, да Говорят, многие такси вызывают Там, да У нас нету У нас нет такого Чтобы можно было стоять Просто на дороге таксовать Поэтому у меня нет привычки Вот так делать И мне говорят Типа, да едьте на такси Я говорю, я не знаю Что говорить водителю Тем более Видишь, что Я светленькая девочка Говорящая на русском языке Они могут сильно завысить цену Так, что, типа Ну, будет сложно С ними торговаться Потому что, типа Если Вот от этого От метро можно было Да, моего Мамыр 4 доехать Допустим за 300 тенге Да, это 50 рублей Да, они могли мне цену Намного сильнее завысить Как бы И, извините меня Ну, что сделаешь Это самое обидное На самом деле Потому что У нас нет У нас как бы У Фи нет такого Менталитета Да, вот вызывать токсиди Не надо попытки делать И поэтому Нас не приучили Поэтому С одной стороны Мне страшно так ездить Потому что Увезут не знаю куда Еще, да Не знаю что с тобой сделают Ну, как бы Сами понимаете Надо как бы Быть очень смелым Человеком Чтобы вот так вот ездить Вот И, кстати, сегодня Как раз Третье число Ладно, уже скажу сразу Мне понравилось То, что У вас, короче Мне показали Что у вас есть приложение Которое следит Где находится автобус Это вообще Типа прикольно Я такая Вау Нам бы такое Типа приложение сделать Потому что У нас такого приложения нету Еще у вас прикольно У вас эти карты Онай, да Транспортные Они есть тоже Очень классно придуманы Сейчас у нас, конечно Тоже Башкирия Вот на карту Алга Вышла Но, типа Не факт, что она там Факционирует хорошо Якобы на таких маршрутках Не у нас маршрутки С моего района Автобусы, короче Такие вот Типа Социальные Государственных нету У нас частные маршрутки ходят Вот И, в общем В принципе Как бы, да Знаете С одной стороны Мне понравилось То есть, да Я была на Медео Я пошла Я сходила по Арбату Погуляла Все Сегодня тоже Как бы затрону немножко Да, вот Сегодняшний день Потому что Я не знаю Может быть, я уже Никуда не пойду Сегодня Может быть, пойду Как бы Не суть важно Сегодня Получается Было так Что Я с утра Просыпаюсь Там ко мне Приходит друг И нас Получается Азамат За Китчинг Сонгс У меня друг Режиссер Начинающий Тоже И Азамат За Китчинг Сонгс Позвал нас На Себе На студию Чтобы Короче Обсудили Мой друг И вот Его вся Группа Вся команда Его Обсудили Они Короче Съемки Клипа Вот И меня Короче Зяли за компанию Что Типа Почему бы И нет В принципе И я Вот Сидела Короче И просто Понимаете Передо мной Сидит Человек Который Мой Кумир Он Со мной Разговаривает Такой Обычный Простой Парнишка И я Просто Сижу Я с ним Обсуждаю Да Клип Как бы Подсказываю Что Типа Вот Это Было Наверное Лучше Чем Вот Это Наверное Было Лучше Вот Так Наверное Надо Снять Такая Сижу Прямо Этот И мне Нет Осознания Того Что Я Сижу Со Своим Кумиром Что Это Звезда И я Такая Блин Класс И то То Есть Это Была Такая Домашняя Обстановка И мне Это Очень Понравилось То Нет Какой Звездной Болезни Как я Уже Говорила До Этого Очень Обычный Простой Человек Мы Сегодня Были Там Весь День Сейчас Я Приехала Оттуда Я Пришла Домой И Короче Когда Ехала На Автобусе Я Думала Выставила Пост С тем Что Кто Типа Хочет Со мной Встретиться Сегодня Вообще Кто Типа С Мамыра И Кто Хочет Встретиться На Арбате В итоге Знаете На самом Деле То есть Это Меня Немножко Расстроило Потому Что Откликну Очень Много Смотрят Да Историю Получается Но Отвечают Немного Людей И Только Один Человек Откликнулся Типа Ой Давай На Арбате Прикольно Я Приду И Это Очень Печально Потому Что Все равно Я Рассчитывала На То Что Я Не Устраиваю Какие-то Официальные Фан Митинги Да Как Это Делают Другие Блогеры То Есть Я Чисто В Неформальной Обстановке Хочу Пообщаться С Людьми Познакомиться Обрести Новые Какие-то Связи Прошу Людей Просто Приехать На Место Встречи Да И Мы Просто Будем Болтать Гулять Болтать И Почему-то Немного Людей Отзываются Я Не знаю С чем Это Связано Может С тем Что Якобы Это Неофициальная Фан Встреча Люди Не Понимают Я Не Знаю Но На самом Деле Я Реально Ожидала Большего Я Ожидала Что Будет Больше Отдачи От Людей Когда Я Была В Уфе Все Писали В Казахстан Приезжаем Мы Тебя Встретим Будем Гулять Я Тебе Все Покажу А Теперь Я Приехала Я Говорю Людям Что Я В Казахстане Пошлите Гулять И Люди Как будто Извините Меня За слово Такое Некрасивое Но Сливаются И Это Очень Неприятно Потому Что Я Сейчас Сижу Дома На Часах 9 7 Часов Я Просто Не знаю Что Делать Мне Нечем Заняться И Типа Вот Я Такая Блин Ну Как На Сам Деле Обидно Потому Что В итоге Получается Так Что Происходит Совсем Другое Ожидание Реальности Реально Есть То есть Я С одной Страны Реально Хочу Побольше Увидеть Казахстан Побольше Увидеть То Побольше Хочу Увидеть Это И Все Это Ради Того Чтобы Я ехала В Казахстан Не ради Группы Найти Ван Не ради Их Концерта Ехала Ради Людей Которые Давно Хотели Меня Увидеть То Я Копила Деньги Я Три Года Лелеяла Эту Мечту А Приехав Сюда Немножко Расстроилась Из-за Того Что Люди Как Не Хотят Идти На Контакт Что Ли И Это Было Очень Обидно На Самом Деле Не знаю Как Для Вас Но Чисто Для Меня Для Человека Который Привык Общаться Это Обидно На Сам Деле Очень Обидно Я Начинаю Плакать Без тебя Не знаю Почему Просто Типа Такие Фразы Вот И В общем Поэтому Я Не знаю Сейчас То есть Как Делать Что Делать Я Собиралась Вообще Фан Встречу Думала Организовать 24 Числа Потому Что Это Суббота Более Менее Все Люди Суббота Там На Рабате Тоже Собрать Народа Потому Что Раба Самое Привлекаемое Место Причем Собрать Не Вечером Ну Хотя Б Начиная Где-то С часов Наверное С четырех Потому Что Чтобы Люди Все Равно Смогли Разъехаться Зная Что Еще Есть Как У меня Подписчики Которые Допустим Еще В принципе Не такие Взрослые Чтобы Их Родители Допустим Смогли Отпустить Туда Допустим Еще Что Нибудь Но Не знаю Я думала Что Я Обойдусь Без Этих Фан Встреч И С теми Кто Меня Хочет Реально Увидеть Я Смогу Увидеться Но В итоге Таких Людей Оказалось Очень Мало И Это Немножечко Шокировало Меня Потому Что Блин Не знаю Я Все равно Ждала Большего Я Не хочу Никого Сейчас Оскорбить Что Плохое Сказать Но На самом Деле Так Есть И Блин Я Не знаю То Ладно Завтра У меня Приезжает Подружка Шемкента Я Буду С ней Весь День 23 У меня Концерт И Получается 24 25 Число Опять Таки Два Дня И Я В эти Два Дня Опять Не знаю Что Я Буду Делать Это Очень Печально И Вот Так Теперь Я Буду Знать Что На Будущие Что Если Я Опять Так Соберусь В На Спальном Райне Зала Чтобы Ближе К Другу Было И Цены Я Рассказывала Что В центре Квартиру Сдали Я Почти Приехала Друг Звонит Женщина Кажет Квартиру Сдали Первое Что он Смог Найти Недорогую Это Эту Квартиру И Получается Я Буду Наверное Реально Простраивать Свой График Не Знаю Что Я Буду Может Я Приеду Надеяться На То Что Люди Тебя Поддержат Помогут Чисто С кем Буду Сюда Гулять Но Это Типа Неправильная Позиция И Надо Все Заранее Продумывать Вот Не знаю Что Еще Хотела Сказать Может Что Еще Хотела Сказать И Подзабыла Не Знаю Ну В общем Короче Ролик Будет Называться Второй Третий День Потому Что Третий День Уже Классненько В общем Вот Буду Прощаться Спасибо Что Меня Смотрите Да Все Равно Хоть Я И так Высказалась Некрасиво Да С одной Стороны Но Все Равно Какая-то Поддержка От вас Есть Даже От тех Людей Которые Не